итак у нас уже подошло тесто и мы готовимся выкладывать его на противень тесто заметно увеличилась в объеме перед тем как выложить его на противне мы смазываем маслом еще раз вымешиваем тесто делим наше тесто на две части поскольку пирог у нас будет полузакрытого типа то есть у нас будет слой теста потом начинка и вторым слоем мы эту начинку накроем сверху смазываем маслом скалку и готовимся раскатывать наше тесто до необходимых размеров для противня руки тоже смазываем маслом в этом случае тесто не прилипает работа с ним гораздо удобнее если вам понравилось это видео ставьте лайки подписывайтесь на наш канал как мы видим тесто раскатывается абсолютно легко и просто им очень удобно работать раскатываем квадратом спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! пирог у нас будет с начинкой груша грушевое варенье но вы можете приготовить свой вариант то есть не обязательно в принципе подойдет по вкусу любое варенье какое у вас есть яблоко абрикос можно даже испечь его с свежими яблоками или фруктами яблоко абрикос стоит заметить что пергаментную бумагу и прочие лайфхаки для выпечки я не использую противень просто смазывается маслом и на него укладывается наш пирог не использую по той причине что часто во всяком случае у меня в итоге выпечка довольно плотно прилипает к бумаге и приходится либо отрывать либо просто подрезать нижний слой ножом поэтому если не хотите заморачиваться можете просто смазать маслом в принципе теперь мы аккуратно наматываем тесто на скалку и сразу укладываем его на противень равномерно формируем его по периферии нашего листа присыпаем немного сахара можно присыпать корицей теперь укладываем варенье а и 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 лишний сок и впоследствии это может привести к тому что избыток варенья или вообще любые начинки будет вытекать виде сока на противень не может подгорать и так далее то есть необходимо использовать принцип золотой середины не больше не меньше теперь берем вторую часть нашего теста как и в первом случае смазываем скалку маслом если она уже сухая начинаем потихонечку раскатывать второй слой делаем его таким же квадратом для того чтобы полностью накрыть первый слой теста вместе с начинкой итоговая толщина теста получается не более пяти миллиметров счетом того что тесто еще поднимется в процессе приготовления это приведет к оптимальной толщине его уже готовом варианте если вы возьмете больше тесто то у вас получится более толстый слой самого пирога и естественно получится больше выпечки в этом случае есть риск того что может не пропечься пирог в полной мере правило в принципе действует то же самое что и спицы если взять слишком много тесто то необходимо иметь определенный опыт чтобы добиться нужной прожарки кладем второй слой теста на нашу начинку и начинаем аккуратненько подворачивать бортики необходимо подвернуть очень тщательно потому что это повлияет на невозможность вытекания начинки на противень можно заворачивать так как видите сейчас можно просто слепить плотно прижимая пальцами после того как мы слепили бортики важно тщательно проверить чтобы во всех местах полностью было все соединено и далее берем нож и вот такими диагональными линиями вначале с одной стороны потом другом направлении делаем надрезы сверху можно аккуратно кисточкой намазать наш пирог вареньем если вы его используете если у вас сухая начинка то можно будет в конце приготовления почти перед самым концом приготовлением взять сделать сахарный сироп и этим сахарным сиропом кисточкой промазать всю поверхность пирога для того чтобы она стала коричневая блестящая и привлекательная также можно использовать титул даем немного подойти нашему пирогу перед тем как мы его отправим в духовку духовка у нас предварительно уже включена перед тем как ставить пирог мы не и включаем на 180 градусов и даем немного прогреться для того чтобы пирог отправить уже в разогретую духовку время выпекания пирога примерно 40 45 минут для того чтобы проверить готовность нам необходимо большая длинная шпажка также вы можете использовать зубочистки либо на крайний вариант спички для того чтобы насквозь проткнуть пирог нескольких местах если не будет ощущение влажного сырого теста на шпажке значит перо в принципе готов на этом мы заканчиваем предварительно приготовление пирога он у нас сейчас немножечко постоит потом его отправим в духовку и покажем вам уже итоговый результат